Субтитры делал DimaTorzok 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 Дэнди 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 Затем просто вкасит свой прокаст и там уже не отпляшешься. Ну, а Никс, он способствует тому, чтобы Лина этим станом попадала, потому что промазать в МПЛ станом, ну, это вот я помню, когда Блава, там, имперцы экспериментировали, Блава играл на Лешем, и вот там Леший вместе с Шедоу Демоном была такая Дабла, они бегали, ромили. И в итоге, значит, Габлак играл на Шедоу Демоне, он, там, ребята, вбегают все как надо, там, под смоуком, кидают дисрапшн, Блава стоит, ждет, и раньше времени станом, то есть пытается человека задеть, ну, он, как бы, стан попадает в дисрапшн, человек из дисрапшна выходит, он весь, как бы, такой довольный, что и дэмэджи, и стана не получил, и убегает от вот этого ганга. Вот тут, конечно же, не такая ситуация, под статичного героя попасть станом очень легко. НТХ сами же банят Лешего, Фуриона и Рубика. Да, Рубика здесь, конечно, обязательно надо было бы забанить, потому что есть Бейн Магнус, грамотный Рубик, а Пупе именно грамотным Рубиком является, он вполне справлялся. Вижу Баунти Хантера, неужели Фаник будет на БХ играть? Он вроде как Хардлейнер у Нави. Так, а кого надо, надо кого-то добрать, надо добрать Фармилу и добрать, и добрать еще Саппорта. Какие Саппорты, какие Фармилы еще есть? Ну, Undyne перестали что-то пикать, поэтому я даже не знаю. Не, Undyne герой хороший, сильно в тимфайте мешается. Из-за него куча игр было выигранного, только на моей памяти. Не знаю, та же самая великолепная игра Empire против, может быть, против 3D Max они играли. Да, действительно крутая была игра, когда там на Void играл Блава, и вообще, что не тимфайт, его постоянно фокусили. И в итоге там основной дэмэдж вливали Undyne, Magnus, и может быть, даже кто-то помнит, было где-то месяц, что ли, месяц назад или полмесяца назад. Ну, очень хоро. Я даже все самые интересные игры, я так в блокнотик ссылки на них с YouTube копирую, и потом, может, как-нибудь выложу, так сказать, самые лучшие матчи, там, февраля, там, или... Так, Версута говорил, что в Empire пятым человеком возьмут Года из LGD Int, а на его место в LGD возьмут Дреда, который явно китайский учит. Это троллинг или нет? Ну, я явно не тот человек, которому можно задавать такие вопросы, потому что сцену я, во-первых, знаю не очень хорошо, ну, конечно, кто такой Год и Дред я, и с Дредом я лично знаком. То, что там он китайский учит для того, ну, это, конечно же, ерунда. Ну, хотя, кстати, то, что Года из LGD Int, да, наверное, Год не для того ехал в Китай, чтобы его оттуда потом в Empire переманили. Ну, не, вряд ли. Мне кажется, что это какая-то несколько прохладная инфанция. Так, нами берут Инчу, БХ, значит, Инча, Никс, Ластилер на линии Шторм, Мид, БХ на оффлейн, и у НТХ Гирокоптер. Ну, любят, любят эти пацаны терпеть. Я вам, я вас предупреждал, что когда играет, ну, Тайтхантер, ситуация, когда... Я не удивлюсь, если сейчас еще, не знаю, какого-нибудь Воида возьмут. Я вот вообще не удивлюсь, потому что Гирокоптера можно поставить как саппорта, там Бэйна поставить как саппорта, Магнус в Миду будет стоять, то есть он отвлекать от фарма того же Воида не будет, Лоундруид, Адмирал Бульдог будет Лоундруидом. Не, ну, знаете, не будут, не будут, конечно же, брать фармилу, потому что побоятся Инчи, побоятся Пуша, берут Сенткинга, конечно же. Ну, как бы не очевидно, что они будут брать Сенткинга, но я увидел, что взяли Сенткинга и добавил, конечно же, мол, я знал, что так будет, естественно. Акка играет на АСК, Лода на Гирокоптере, Адмирал Бульдог на Лоундруиде, и, конечно же, С4, Медовый Магнус. Вот, что касается Нави, ну, здесь я даже читать не буду, кто кого разбирает, тут и так все было очевидно. Единственный вопрос, кем будет играть к уроке, Никсом или Инчой, но Пупей всегда играет Инчой, поэтому тут, конечно, без вариантов. Только Пупей, только Хардкор, только Инча. Палец, палец, палец вверх, камеру и ласт хит, надо обязательно посмотреть. Что тут у нас за анонс, Рейс? О, Рейзинд Хат, довольно неплохо выглядит, Мега Килл Штормовский и Доктор Кляйнер. Ну, пусть так, пусть так. Все-таки эта картавая подруга, она немного раздражает. После этого Дайр Тайда я наслушался ее картавого голоса. Вполне. Так, Нави идут в свой лес пятером, туда же идут и No Tide Hunter. Кажется, они хотят показать украинской команде, что они на первом левеле банально сильнее. И так, и так, и так, и так, Фанник дает вижен. У него щит бомжа, его тут пропулили на лечение. Очень серьезно, посмотрите, потому что, ну, как бы сложно закупаться там через Пурманс Шилл, там веточки какие-то, да, то есть под ноль просто закупился Фанник, а на лечение его пропулил Пупей. Вот и, как бы, вся соль. И ничья для того, чтобы стоять лес, ничего кроме там второго скилла не надо, да, ну, там может быть какое-то лечение, фласочка, чтобы приятнее как-то было в итоге, там мало ли какая ситуация возникнет, да. Ну и смог для того, чтобы ганкать. Ну и остальное там Де Пупей мог потратить на какой-то пул по лечению для своего хардлейнера. И так, и так, и так, и так. На боте, слушайте, а на боте-то трипла, а вот сейчас Фанник, да, Фанник там будет стоять в итоге. Молодцы, Нави, вовремя засвапали линии, хвост уже бежит на топ. И тут будут напрягать, тут будут напрягать Адмирал Бальдога, так что не все так просто. Думаю, что Фанник со своей задачей справится в любом случае. Ой, да это что, синий вард поставили? Вот это хейт, ребята, даже синий вард поставили. Интересно, ну, может это нисколько было с целью убить Фанника, сколько может тут, что за дивардить или? Просто я как-то не понимаю, если целью этого варда было убить Фанника, то почему его поставили через полчаса и так далее. Дэнди, ну, за него, я думаю, в Миду волноваться не стоит, там. Слушайте, а Пупей-то во вражеских лесах там будет переманивать кровь, подкапывает его сейчас Ака, очень сильно надамажит Пупей, съедает, курит бамбук и переманивает Троля. Переманивает Троля, с этим Троллем можно кого-то было бы цепануть. Вот Адмирал Бальдог 380 хп, да, его вот сейчас МПЛ-ом, МПЛ-ом вот так вот подходит Пупей, сейчас сеточка полетит от Троля. Ну уже где она? Вот она, сеточка. Ну, наверное, не смогут убить слишком далеко хвост. Блин, как обидно, что не смогли Нави сделать ФБ здесь. Такой сочный был этот Лоун Друид. Сейчас он упивает банку с лечением, восстановится и пересвапались линиями. В итоге Бейн бежит на топ, а... Блин, вот так-то Трепла посильнее здесь у НТХ-то. Посильнее и посильнее Трепла. Но если Пупей будет нормально с крипами здесь разруливать ситуацию, то, может, удастся выиграть. Это у него здесь... Он, кстати, очень четко себя вот в момент вот этого сна разбудил, чтобы его там не подстанел Акка. А Дэнди жду какого-то сверхкрутого ганга в итоге. Фаннику неприкольно ставить против Лоды, конечно. Через Рокет Барадж играет, кстати, Максит его. Такой вот, такой вот гирокоптер. Ну что, вторая минута, новые крипы. Нет, здесь новых крипов нету. Тут еще маленькие эти петухи сейчас их догрызет Пупей. Кто же больше на фарм? Тут, кстати, Дэнди уже там, пока по лоскиту проигрывает руна Регена для С4 и ЕГМ подходит для того, чтобы, может, кого-то здесь попытаться убить. А тут вряд ли, вряд ли кого-то удастся зацепить. Просто. Просто подходит стоять. Или все-таки на мид. Бейн первого левела, да, то есть... То есть у него нюка этого нету жесткого. Чтобы там как-то сильно задамажить. Дэнди будет все равно себя держать в безопасности. Вряд ли выйдет как-то на С4 так далеко, прям за вышку. Ну что, у Фанника четвертый левел. Все неплохо. Гирокоптер тоже четвертый. То есть у Гирокоптер тоже все неплохо. Не знаю. Вот хвост тут старается. Ай, крипочка не добил к уроке. Вроде нормально. Сколько? 12 крипов у Найкса, у Адмирал Бульдога всего лишь 3. Так что, пока что пляшем. Здесь Дэнди пытаются убить. И, кстати, убивают. Но и С4... Ай, тоже отъехал. На ФБ досталось именно No Tide Hunter. Вот, конечно, неприятно. Неприятно умирать таким вот образом. Когда вот так вот заходят и гангают. Просто, просто дерзко и нагло подходит Магнус обратно. Какие, кстати, ловла? Четвертый, четвертый. Так что С4 не сильный. О, правда, по левелу проявит Дэнди. Такую агрессию сразу же навязывается. Роспаб, посмотрите, подтягивает его С4. Прямо под крипов подтягивает. Но Дэнди, ну-ну-ну-ну-ну. Оверлоудом надо обязательно задамажить. Еще один Шоквейв. Сейчас оба игрока пьют банк. Тут похоже, что это будут дикие размены по хитпоинтам. Дэнди ставит ремнанта и еще дает оверлоуд. Ну, короче, просто там какие-то размены идут. Фанника пытаются сейчас убить. Пупей подошел в свой собственный лес. Оно и понятно, потому что на топе там, ну, очень тяжело стоять было. Тут надо как-то было реально разруливать. Как-то хоть кого-то посылать на бот. Ну, тут сейчас No Tide Hunter очень грамотный. Такой роум показывает Пупея. Ой, цепанули Пупея. Он сразу успел, правда, виспо включить. Неужели он убежит? И тут Лода не сможет его догнать, чтобы Рокет Баражем сильно задамажить. Ака маны на стане не хватит. Усыпил ЕГМ. Подходит Кентавр. Но Фанник рядом. Будет ли какие-то телепорты? Разбудил себя крипом Пупея. И просто царь. Фанник здесь в опасности. Прячется Ака в песок. Но Бэйн, по-моему, просто убил. Убил и ничего. Блин, ну вот... Вот ничего не сделать. Ну, Ака можно подрезать. Хорош Фанник. Банана-то вряд ли убьешь. Опять-таки Кентом разбудил. Пупея контролит. Молодчинка. На топе. Тем временем Нави подбили Адмирал Бульдога. Молодцы. Молодцы. Все как надо. Руна инвизовая с фора. Шестой левел у Дэнди есть. Шестой левел у Дэнди нету еще пока что. Шестой левел. А вот у Магнуса имеется. Что-то курьером эти троллят. Дэнди троллят курьером своего соперника. Сейчас полетит обузить Боттл, скорее всего. Но пока что чего-то ждет. Вот все, отправил курицу. Шестой левел у Фанника. Открываются возможности для хорошего ганга с треками. Крокет попался. Спирит Бера. Бешеную панду. ПТшка у Хвоста. Что-то неплохо, неплохо нафармил. 26 крипов. Почти, кстати, столько же, как и у Лода. Но вот сразу чувствуется, что... Мотивирует. Зарогравить и мотивирует своих ребят, что... Будет еще кого-то, видимо, выкидывать из команды. И вот Хвост подсобрался. Подсобрался. Так. Здесь Дэнди чуть, кстати, и не убил С4. Но у того была руна Инвиза. Он спасся чудом. Просто чудом спасся. Фаник шестой. Ну, надо какие-то уже, наверное, ганги мутить с Дэнди и Фаником. Если треки попрут, то игру будет довольно легко выиграть, как мне кажется. Опять-таки там 4-5 фрагов по трекам. Потом несколько разменов. И Наэкс настолько будет сильно перефармливать Лоду и Эдмирал Бульдога, что они вряд ли что-то смогут здесь сделать. Дэнди все-таки получает шестой левел. Ну, а куда он еще денется? Руну Инвиза надо не для сейва использовать. Он же Магнус. Ну, а куда он сейчас уйдет с линии? Это, конечно, отдельный комментарий. Руну Инвиза желательно использовать для ганга. Но лучше уж ее использовать для спасения, чем не использовать ее вообще. Потому что если бы он умер с этой руной в инвентаре, она, возможно, бы пропала. Я не помню, что там за минута была. Как раз-таки, может быть, бы пропала. Адмирал Бульдог здесь дофармливает крипов. Бэйн его караулит на всякий случай. Куда-то гирокоптер делся. А, вот гирокоптер. Я что-то не заметил его. Посмотрел на миникарту Лода. Оказался на топе. Тут, может быть, какой-то экшен надо на Ви показать. А то слишком здесь много, ну, тайтхантеров. Ну, тайтхантеровских игроков. Вот так как-то приятнее, по-моему, звучит. Дэнди-то со смоуком. Варды просто все упали. Сейчас юзать этот смоук нет никакого смысла. Вот, когда вторые варды соперник поставят. Вот тогда может быть. Смотрите-ка, Пупей вместе с фанником под треком убивает Адмирал Бульдога. Неплохо, неплохо. Так что дальше. Чем дальше идет? Исфор идет контролить руну на топ. Но ему не везет с руной. Знает ли Дэнди о респауне, то есть о точном месте расположения очередной руны. Туда отправляет клипочкой. Это Реген. Ай, разрушил. Разрушил, разрушил. Как же обидно. Для Шторма самая отличная руна это Реген. Это просто сверхмобильность. Для Ганга очень круто. Сейчас, смотрите, Сенфестом подлетает. И Лода отъезжает. Отъезжает Лода. Несколько тысячек минус. Хардкер команда НТХ. И здесь еще банана цепанули. Он пытается себя усыпить. Ну, ребят, просто разбудите его. Да и даже так можно. Да, даблкил от Дэнди. Ганги начинают реализовываться. Очень жалко, что здесь не было фанника. Он бы помог своими треками поднять золото. Команде Нави. Своей команде, естественно. А вот теперь можно заюзать смог. Как раз вот такие вард поставили, да. Пойти и за Ганга Тяка. Ну, Ака сейчас хайграунда. Видит все это безобразие. Пытается спастись. Откапывается на легкую точку. Что делают Нави. А Нави ничего не делают. Ну, чего-то здесь С4 разождался. Ему надо отсюда валить скорее. Или он решил... Он решил, по-моему, подраться. Просто подраться-то будет стремно. У него неполная мана. Если Никс ману выждет, то не хватит. Может, на проказ. Там сколько у него было? Три сотни маны. 90 шоквейф. 90 автобус. Ну, 80 автобуса. 200 реверс полярити. Так что могло бы и не хватить. Чего он там затарился у нас, Адмирал Бульдог? Голый пока что. Да, вообще голый. 500 золота. Два каких-то танга. Одно атака, другое свое. Стоут шилд. Сапог. ТП. Ну, и 500 золота, о котором я уже говорил. Короче, ничего интересного. Фаник сейчас находит Ака. Его, кстати, можно очень легко убить. По-моему, Ака умер уже. Да, все, умер. О, трек, фаник. Трек, ну ладно, куроки хоть. Я просто не знаю. Сатир, как он ждал. Знаете, как надо зластхитить было именно его. Ну, конечно, скрипт у Сатира такой, что когда рядом находятся три модельки, там, будь то крипы или герои, он обязательно кастует шоквейф. Вот, и здесь просто слишком близко подошел хвост. Если бы он стоял подальше, то убили бы Ака и... Не нейтрал, а именно Нави, да. Но, возможно, это можно было бы сделать, если фаник бы повесил трек. То есть, его можно было бы бить в Сэншторме. Ну, это все. Знаете, если бы ДК бы, можно долго здесь говорить, как уходит, уходит, отпуливает легкую точку. Ну, хвосту бы поближе к своей вышке встать, потому что сейчас скрипы подпушат и... А, ну, он даже решил вот так вот делать. Сейчас пытается убить Ака. Сюда партица С4. Может быть, неприятности у Дэнди, если С4 удается сделать реверс полярить, он подходит поближе. Но Дэнди растягивает вражескую команду, по петь тем временем закидывает импетусами. С4 их больше как же больно. Из оверлоуда делает Дэнди свой первый доминейтинг на этой карте. Бегает, мансует под хостой. Никого не боится. У Бэйна Немана, естественно, не шестого левела, чтобы его бояться. И вот так вот по-царски Na'Vi начинает свою игру. Настолько же легко, насколько это было против 3D Max, хочется сказать. Потому что особого различия я не вижу. Что-то как-то НТХ не сильно сопротивляется. Вот ФБ там забрали на миду, и на этом все бонусы закончились. Фаник, вот не знаю, что он фармит на линии, почему он никуда не выходит помогать гангать. Хотя он вроде один раз уже выходил, но вот тут сейчас еще идут жесткие очень размены, ему неплохо было бы телепортом подлететь на вышку, вот на эту. Ну, близко же. Пойти, дать трек, дать Женаду, там ТОС какой-нибудь, там сбить ТП. Ну, БХ-герой, который не должен фармить на линии. БХ-герой, который должен, ну, не умирать. Опачки! С4 мимо клавиатуры, не знаю, промазал. Ну, вообще, это намеренно было, но, наверное, куча фейспалмов там сейчас у шведов. Ак это у нас под треком, Саншторм-то не спасает. А вот сейчас уже у С4 ультимейта нету. Поэтому здесь нави могут позволить себе вообще все, что угодно. Хоть там под Т2 забежать. Конечно, тут Адмирал и Бульдог может попытаться их перехватить, но Дэнди улетит в любом случае. Фанник с фазами, Фанник быстрый, и трека накинет. И вот еще один фраг под треком. Что у Дэнди? Тысяча золота. Оршад девайс приемлемый. Ну, часто стали Оршады собирать, Штормам, Квапе. Ну, и правда, Оршад правда круто делает. Если вдуматься. Особенно, ну, просто много-много демеджа и за быстро, за маленький промежуток времени, когда вы можете нанести большой ДПС, то Оршад это только огромный плюс. А тем более, когда в команде есть Магнус. Ну-ка, инфесты, инфесты. Им вот так будут залетать. Но Дэнди с дабл демеджа. Он, в принципе, никого не боится. Просветили АК. Он там попытался как-то откопаться нелепо. Естественно, никаких шансов на спасение у Санкинга здесь не было. Дэнди что-то знает, да. Дэнди побежал искать в леса, ставит ремнанта. И пошел, пошел так такой. Шторм с дабл демеджем искать Бэйна. Но найти его не удалось. Подходит тут еще в смоке другие игроки Навина. Что-то развернулись. Что-то развернулись. Не стали бежать на топ. А хвост фармит. Ему все равно, в принципе, где крипов добивать. На топе, на боте. Ну, по сути, конечно, не все равно. Но меня удивляет то, что лайфстилер стоял против триплы. Против триплы, ну, в итоге потом, то есть туда же передислоцировались. Вот эти вот Бэйн и Санкин. Да, вроде как против триплы стоял, а первый ласт хит на карте. Причем на 20 крипов опережает лоду. Ну, понятное дело, что Нави унижает, что Нави 11-2 выигрывают. Но все-таки должна быть какая-то мера с Энфестом. Но есть ли у Сфора ульту? Есть ульту! Почему он не успел его скастить? Вот только под самый конец своих кпшек он успел это сделать. Правда, Дэнди уже получает викидсик. Ультуют здесь в хвоста и убивают его, да, конечно же, Дэнди. Дэнди хоть остался в живых, это хорошо. То есть он на викидсике умирать не хочется. Не хочется на таком диком стрике отдаваться. Фанник тем временем просто давит бот, вообще забывая о том, что он баунти хантер, что он должен треки вешать, что он должен помогать. Он просто долбит бот. Или я сказал топ, но я имел в виду бот, да. Пупей подходит. Так. Так, так, Джинада пошла. Несколько телепортов, но здесь надо убегать. Фанник под треком с фазами очень быстро. Его не поймать. Не поймать, да, конечно же. Доблинг Даггера с форк, кстати, очень далеко. То же самое про Сэнд Кинга. Ну, Сэнд Кинг в первую очередь будет Арканы делать. Поэтому ему до Даггера вообще как до Китая задним ходом. ПТшка, урна. Стандартная сборка на НЧ. Это Капитана Нави. Я не знаю, но БХ сейчас должен выйти, не знаю, с Дизолем после 15-минутного АФК-фарма такого. Подбегает на топ. Возможно, сейчас будет реализовываться какой-то ганг вместе с Баунти Хантером и Штормом. Ну, по-моему, Шторм и так справится. Обрывается в лоду. У Геракоптера никаких кусеньких шансов здесь выжить. Что-то подошел в ЕГЭ. У него 8 секунд до ультимейта было. Если бы смог бы ультануть сразу, может быть бы были бы какие-то шансы на фраг. Ну, а так только лицом поторговать. Кроки, Арканы. Все очень хорошо. Надо бы графики, кстати, показать. Но я все смотрю на Фанника и я все жду от него какого-то выхода. Я все жду. Может, я слишком как-то многого от... Не именно от Фанника, а вообще от Баунти Хантера требую. Чтобы совсем все было идеально. Ну, в таком преимуществе это же намного легче сделать, чем когда тебя там сильно убивают. Сейчас Трек скидывает Фанник. Отдает Джинаду. Туечку. Врывается Дэнди очень вовремя. Но, блин, СФОР удалось на автобусе подвезти Даниила и ультануть. Но, по-моему, этот ульт был просто в никуда. На 16-й минуте Дэнди получает свой первый годлайк. Лода ультит. Дэнди понимает, что он ультит. Отходит из рейнджа этой бомбардировки. Пупей загнали прямо в уголок. Но, по-моему, здесь еще он сможет подкидываться. Убивает гирокоптера. Подходит Куроке. Подходит хвост. Адмирал Бульдога под треком убивают. Минус 2. Байбэк от Магнуса. Он бежит сюда. Бэн себя усыпляет. Но зачем? Зачем этот телепорт СФОР? Я не хотел. Смотрите. И ультанул. Ульта А. Тогда да. Тогда да. Хвоста надо подрезать. Он успел включить. Правда. Успел включить армлетку. И сейчас очень сильно вгрызается в СФОР. Дэнди там холишит еще заработал. Но пока я смотрю за тем, как хвост пытается убить. Минус 5. Плюс байбэк. Это даже минус 6. Живой Фаник. Живой Пупей. Ну, хвост относительно живой. Ну, хотя, кстати, Фаник тоже относительно живой. 12 хп выжил. Партит сюда Сент Кинг. В надежде хоть кого-то подстанет. Хоть кого-то убить. Но Open Wounds. Сент Шторм. И без шансов. Да, тут какой-то фраг. Na'Vi размениваются 6. Ну, я не знаю. 6 в 0, что ли, они разменялись. Не, Бэйн убил Никса. Я так погляжу. 6 в 1 получается. Ну, плюс БХ там сколько треков навесило. Я не видел, сколько конкретно было треков. Но вот Адмирал Бульдог точно умер. Думаю, что Фаник догадался еще парочку треков повесить. Поэтому это не то, что размен в минус. Это просто отдача. Отдача чистой воды. Тут, наверное, по золоту уже вообще какой-то трэш должен твориться. Хотя, может, графики еще не обновились. Или нет. Вот, обновились. Тут куча фрагов. Это что за фраг? Да, Бэйн убил Куроки. Значит, все обновилось. Арканы Никс. А, я уже говорил то, что у Никса Арканы. Да, говорил. Просто стараясь чаще прокликивать. Ведь мне как-то жаловались пользователи, что я вообще внимания не обращаю на закуп игроков. И все чаще и чаще начинаю обращать на это внимание. Теперь. Блин, а хвост Оршад? Нет. Наверное, Дэнди это не Оршад будет делать. Будет делать Хекс сразу же. Когда все настолько хорошо, можно делать сразу же Хекс. И так, 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 так. Дэнди уходит от бомбардировки. Фаник с тыла заходит. Дает трек. Но его, по-моему, сейчас могут убить. Он уходит в видболге. Дэнди залетает с хайграунда. Ух, 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 Сфор умрет. Правда, успел перед смертью скастить ульту. Но здесь без шансов подкапывается Ак. У него больше... Ему больше банально нечего предложить здесь. Кроме как вот так вот на тупую подкопаться и надеяться на то, что хоть кто-то здесь выживет. Сфор понимает то, что дальнейшее сопротивление здесь просто-напросто бесполезно. Он пишет ГГ, Адмирал, Бульдог, ГГ, ВП. И игроки сейчас должны, по идее, по уходить. Никс вышел. Может быть, это фейк ГГ? Смотрите, Нави тоже начинает выходить. Нет, конечно же. Если написали ГГ, то даже если команда не выходит, то им поражение уже, по идее, должно быть защитываться. БО-3. Да, это БО-3. Гондор собрал Владимир. Владимир, да неплохой артефакт. Для пуша. Для пуша Владимир это то, что надо. От крипов отхиливаться. Дамага побольше. Армора побольше. Много сообщений. Даже не знаю, что тут можно было бы зачитать. А, вот, вижу. Напикали, главное, массовую драку. И никак. Так, ну, на удивление, хорошо сыграл Хвост. На удивление. Ну, и все, да. На удивление, хорошо сыграл Хвост. Потому что от Дензи я не ожидал ничего другого, что он будет убивать, что он будет гангать. А вот Хвост, как он так сильно нафармил. Большой для меня такой жирный вопрос. Вроде бы стоял против триплы. Вроде бы должно быть сложно. Даже когда, знаете, трипла идет на сложную. И там вроде как выиграют. Все равно не факт то, что ласт хит больше у именно Хардкерри. Именно у Хардкерри той команды, которая идет на сложную. Потому что саппорты отпуливают. В любом случае саппорты отпуливают. И команда получает меньше ХП и меньше золота. А здесь прям настолько больше перефармил Хвост. Но мое почтение. Двадцатая минута похожа на Na'Vi. После тех поражений, что Na'Vi устраивали, это на Na'Vi не похоже вообще. На Na'Vi можно было бы ожидать в их старой форме, в которой они были неделю назад. Тем же составом, в котором они были неделю назад. Можно было бы ожидать вообще чего угодно в этом матче. Опять какого-нибудь братрума Дэнзи или Аксом бы он играл. И все закончилось бы не так весело. Na'Vi играли на контору. Ну фиг знает то, что там говорят фанаты. Почему Владимир, если он Владмир? Ну, это все тролли. Это все плохое влияние людей, которые не привыкли слышать правильно. Ну так, конечно, Владмир правильно произносится. И не Shadow Demon, а Shadow Demon. Но это все настолько идиотски звучит на русский манер, что русскоговорящие аудитории уши в трубочку сворачиваются у людей. И они, конечно, негодуют по этому поводу. Поэтому я стараюсь говорить так, как многие привыкли. Вот и все. Вот и все. Кто-то ставил три рарки на НТХ. Ну, ребята, ну, блин, ну, фаник, ну, куроки, ну, ребят. Ну, Na'Vi просто мотивированы сейчас играть. А не мотивированы побеждать. ZaraGravity же написал, что еще кого-нибудь заменят. Поэтому надо показать себя перед начальством только с лучшей стороны. А то на Третьей Интернешнл можно в составе украинской организации и не поехать. Просят мониторить чат на Твиче. Ну, вообще, ну, хорошо. Хорошо. Я постараюсь смотреть туда чаще. Но Росферату спит. Зараза. Он хотел со мной покомментировать, но я ему сказал, что игры будут сегодня в час ночи хорошие. Он сказал, что не, фарсишка, давай-ка как-то сам мне завтра в универ вставать. Вот. И сказал, что не будет. А он обычно трансляции смотрит и обычно чат на Твиче-ТВ мониторит. Я, конечно, понимаю, что тут много-много-много всяких людей, которые спамят, которые что-то пишут, которые не дают нормально общаться. Но я только в перерывах могу кого-то там побанить. Вот. И что-то эти люди внезапно притихли. Ну, а так ничего большего не могу. Ну, как бы во время Доты я смотрю Доту, я отвлекаюсь только на чат, который находится на импартии.org. И все. И все. Типа вон актив уходит все, а потом новая Тима в Америке всплывает. Это по поводу ласта, видимо, который ушел вон актив. На Дота видео пишет. Он не спит, он живой. Да нет, он спит, я знаю точно. Он бы мне что-нибудь обязательно написал или покомментировал бы со мной эту игру. Как думаешь, почему больше не пикают Shadow Shaman? Да не модно стало, мне кажется. Вроде бы никак его там не порезали сильно, чтобы его не пикать. Ну, вот Инвокера тоже. Вот Дэнди что говорил в одном из своих интервью. Вот говорят, что после одного из патчей Инвокеру немножко дамаг порезали. И он говорит, что там Пупи перестал пикать Инвокера, потому что его понерфили. Дэнди сказал, что да нифига подобного, не так уж и сильно его понерфили. Вполне можно на нем играть. Просто полно других хороших героев, типа Никса, типа Бэтрайдера, которыми пикают первыми. Вспомнить вообще бета Доты, что там вообще творилось. Фурион, Тинкер это были просто первые пики. То есть Дота, она тем интересна, что от патча к патчу Кэптэнз Мод здесь очень сильно меняется. Возникают какие-то новые герои, куда-то уходят старые, как-то скиллы меняются. Вот Сайленсера, например, в последний раз добавили. Думаю, что мы... Ну, его пикают тем не менее редко, но по-моему, блин, настолько он крут, этот Сайленсер. Ну, наверное, это все-таки герой больше для паблика, чем для Кэптэнз Мода. Потому что, ну, даже когда я вот Empire пикали, даже когда я вот другие хорошие команды выбирали, все равно что-то победы, если и были, то прям не такие разгромные. В Миду вроде стоит, в Миду вроде борется. Ну, а насчет того, что Shadow Shaman не пикают, наверное, просто не привыкли его в какую-то стратегию. Ведь полно других хороших героев, типа, например, вот Visage, да? Так, что там у меня матч на рейдколе. Я тебе секрет открою, Dota 2 до сих пор в бета-тестировании, видимо, Эджен пишет. Ну, если это так, то дико извиняюсь. Ну, имеется в виду, прям вообще прям в ранней бете, там когда ни шмоток никаких не было, да? Вот, ни таких красивых загрузочных экранов, ни матчей в Dota TV. Всего этого раньше же не было. Вот, скажем, там где-то, может, полгода назад, чуть побольше, месяцев 8. Как сделать в Dota английский язык? Да, мне кажется, надо Steam английский просто поставить. Да, 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 вот правильно тут говорят, что надо просто поставить в Steam английский язык, тогда и Dota будет английская. Ну, как-то я поиграл как-то в русскую Dota, ну, в смысле, с русским описанием. Мне что-то глаза на лоб полезли от этого абсурда перевода. Да, и я решил, что на английском как-то, да, и тем более для трансляции как-то на английском, там, богоподобен, там, вот это вот все не будет, если это будет хорошо. Какое разрешение в Dota? В Full HD, я стримлю Full HD, и в Dota тоже Full HD, естественно. Потому что стримить в Full HD с не в Full HD разрешения, это бред. Никакого, никакой, как бы, никакого толка в этом нет. Расскажи пару слов про Спектру. Спектра, кстати, стала крутая. Реально, Спектра стала крутая. Это Десолейт, он реально дикий, но она слишком, как бы, мне кажется, на ранней стадии игры бесполезна, да, вот, по сравнению, там, вот, с тем же Фантом Лансером. То есть, в лейте, как бы, с Фантом Лансером все равно тяжело спорить. А, Спектра, ну, он, как бы, его загангивать сложнее, Фантома. Его, он, как бы, Спирит Лансером может, он пропушить может, по крайней мере, да, а что Спектра? Спектра, вот, какое преимущество у АМа есть? АМа тяжело загангивать, он быстро фармит, да, там, с блинком по лесам перемещается, все зафармливает. Фантом Лансер, он, как бы, сильный лейт, намного сильнее, чем АМ, но, ему, как бы, ну, то есть, ему надо долго фармить, зато он, там, и пропушить может, и Спирит Лансером. Он может напрячь, и, опять-таки, загангивать его порой бывает очень непросто, да. Ну, а что Спектра? Спектра плотная, Спектра может из любой точки карты в тимфайсе поучаствовать. Это все какие-то такие прохладные преимущества, как мне кажется, поэтому Спектру и не пикают. Хотя, мне кажется, что для паблика это очень сильный герой, когда ты просто, там, на шестом левеле на единичку десолейт хотя бы прокачать, там, цемерка какая-нибудь бежит в арт ставить по лесу по вражескому, ты просто с ульты ее убиваешь. Это смешно видеть. Так, НТХ берут Дарксира, при этом банят Никса и Котла. Пупея, Магнус Лайфстиллер, Бэтрайдер Визб в бане. Ну что ж, герои очень хорошие. Кем нас на этот раз удивит С-4, мы сейчас узнаем. Много еще хороших героев, да и так далее, и так далее, и так далее. Тут можно говорить о вселенской несправедливости, почему не пикают, там, от Варлока, почему не пикают. Он плотный, он этой фаталки, это дикая АОЕ, и станы пробивает боковые. И все, что хочешь просто, ну не пикают и все. Луну берет С-4, Бэйна и Луну. Бэйна и Луну, Бэйн и Луна, Бэйн и Луна, Бэйн и Луна. Шторм опять у Нави, это радует. Штормом Нави побеждают. Я раскрою небольшой секрет, я обычно никогда не болею за команду. Я всегда болею за интересную игру, но поскольку матч идет очень поздно ночью, все-таки хотелось бы, чтобы Нави второй карт выиграли. Что-нибудь обрисует, кто-нибудь обрисует в двух словах, что сказал Смайл. А, Смайл был, кажется, у Мэйл Шторма в 19.30, кажется, Мэйл Шторм начинал трансляцию. Я где-то видел, то ли на Доте Видео, то ли на Продоте. Новость о том, что Смайл сегодня будет в гостях у Мэйл Шторма, официального комментатора Virtus.pro.tv, и будет давать ему интервью. Я сам это интервью не смотрел. Кстати, в двух словах бы с удовольствием почитал. Одинаковый пик в каждой игре. Тут как бы эта Дота 2 Лига, трейдкол, она подходит к концу. Может быть здесь Нави. Ну, как бы не зря же они здесь участие принимали. Надо, наверное, за сколько тут, 5000 долларов призовут, как бы немного. Ну, для дотеров, для профессиональных дотеров по сравнению с теми же Джоэндотами, Старладами, хотя Старладами там все равно, наверное, побольше даже за первое место дают. По сравнению с Джоэндотами, Старладами это как бы не такая большая сумма. Но все-таки по 1000 баксов на человека разделить, согласитесь, я думаю, лишним не будет. Поэтому, тем более занимаясь своим любимым делом, зарабатывают такие деньги. Поэтому Нави, наверное, хотят подсобраться. Наверное, все-таки прислушались к возгласам тысяч своих фанатов и перестают банально проигрывать идиотские игры. Потому что то, что проигрывали Нави две недели назад, это идиотизм просто. Чистой воды. Какой баратрум? Какой баратрум в Миду от Энди? Ну, что это такое? Я не знаю. Там Акс тоже, Лайфстиллер в Миду. И куча другого исполняли Нави на Старладере. Исполнялись до такой степени, что сейчас они находятся на каком-то там далеком месте, скажем, от первого. Хотя, может быть, это им и не помешает. Сколько? 8 человек с группы-то, наверное, со Старладера на Ланы поедут. Но я надеюсь... Ну, как это Старладер без Нави, ребят? Ну, это же вообще не Старладер. Туда никто не придет, потому что на финалы Старладера, по-моему, собираются люди. Ну, как бы, они в любом случае там соберутся. Но если Нави будут играть в финале, я уверен, что будет как на четвертом сезоне, как и на третьем сезоне, как, наверное, на других втором и первых сезонах Старладера. Зал Киберарены будет заполнен просто доверху. Там, не знаю, выйти на улицу подышать невозможно, потому что можно потом банально не вернуться в игровую зону. То есть банально не вернуться в зал, потому что там не то, что мест не будет сидячих, а там даже протолкнуться невозможно. Вот он, медовый балонар. Вот он, медовый балонар для S4, THD, Bain и Luna на одной линии. Darkseer на Hardlane, что ж неплохо. Магнуса урывает Пупей и Шторма Лайстилера. И Рубика. Рубика, Магнуса, Лайстилера, Шторма. И что, 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 хардлейнера хочу, да? Хочу, хочу хардлейнера. А, нет, стоп, хардлейнер уже есть, Магнус. Значит, нужен еще один саппорт для Нави. И в целом все, линия будет хорошо работать. Интересно, не устал ли Дэнди играть Штормом, да? Он, кстати, не так уж им часто играет. Вот просто сегодня. Просто сегодня он там как-то сильно потеет. Ну, в двух словах ничего особенного не сказал. Только сказал, что месяца два не будет пока играть в дотку. Поедет на Старладер, поболеет за команду. Ну, и поспрашивали про Нави у него. Он сказал, что не хочет выносить ссору из избы. Ну, и правильно, на самом деле. Нечего, нечего тут говорить на эту тему. Там какие-то негативные эмоции выливать на публику. Говорить, что кто-то плохой. Это все, наверное, должно остаться между игроками Нави. И организацией в том числе. А фанатам, наверное, следует знать только то, что состав Нави изменился. Так, Хат, Станонсер, Мегакилл. Все, поставили. Последним пиком Нави забрали Андайинга. Саппорт не самого плохого. Я бы даже сказал, одного из самых лучших саппортов. Но у Куроки, 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 Куроки на Рубике. Кстати, Купей иногда на Рубике играет. Но Куроки, он в маузах на Рубике всегда играл. Так что посмотрим, как он в новой команде. Вот, кстати говоря, по поводу Куроки. Вот этот парень действительно хорошо начал свою карьеру в новой команде. Действительно показывает приятный, такой хороший уровень игры. Будем надеяться, что он не сдуется, что дальше все будет только лучше. Так, кто же, кто же, кто же, кто же тут, кто же тут у НТХ? На фастботл была Нара, закуп. Адмирал Бульдог Дарксиром играет. На хп-шке немножко пропулил ЕГМ, который играет на Бене, наверное, вновь. Да, опять на Бене играет. Ну и поехали. Поехали. Надо линии разбирать. Фанник. Слушайте, а Фанник-то на топ собрался идти. Стоять против ДС это в соло будет. Куроки. Хвост. И вот что за мода пошла, такую Триплу постоянно отправлять на боту. Мне радует это, но я каждый раз боюсь за Триплу, которая... Ну, хотя здесь уверенная Трипла, здесь Undying есть. Когда в Трипле есть Undying или Котл, то за эту Триплу можно, в принципе, не бояться. Потому что с этими героями намного легче играть на линии. Ну, при грамотном исполнении, естественно. Адмирал Бульдог против Фанника. Анатолий Скивер прокачал Фанник на первом левеле. Поэтому сейчас он будет вот так вот только подходить в упор к Иваншелу и коцаться, и пытаться добить. Ну, в общем, пока это не самое приятное занятие для Магнуса. Так, сходить, крипов добивать. Пупей пытается мешать как-то НТХ отпулить. Дикеем попал в Бэйна. Я просто смотрю, что тут. У хвоста вроде проблем пока не возникает. То есть он крипам подходит, крипов бьет. И кого надо добивает, кого не надо не добивает. Так что основного экшена, по идее, надо ждать на борте. Ну, в миду там тоже постоянно смотрю, Дэнди куда-то там близко под Товер заходит. Ставит ловушку, оверлоудами коцает. Третий левел надо, что интересно, Дэнди прокачает на третий левеле Вортекс, конечно же. Надо сначала максимальное количество спулов получить, чтобы можно жестче оверлоудом убивать соперника. Так, подняли ИГМа чуть поближе. Стан атака, лода дает Бим. Ну, Бим на первом левеле, он вообще не страшный. То есть у него низкий КД, у него достаточно низкий монокост, но он как-то не дамажит. Вообще Ака убивает, Кроки делает ФБ. Неужели Нави будут рваться дальше под крипами? Нет, отступают. Хотя тут у них свои крипы пушат линию. И вообще, мне почему-то показалось, что наберутся наглости Нави полезть дальше. Но это того бы не стоило, это определенно. Так что надо было отступить, надо было перегруппироваться, попить маны, попить ХП. И потом только может что-то пытаться сделать. Эдмирал Бульдог здесь зажимает Фанника под вышку. Фанник, кстати, сам великолепный игрок на Дарксире. Поэтому, как будет действовать соперник, он прекрасно понимает. Отдает себе отчет о том, как действовать ему самому. И я надеюсь, что он предпримет там правильное решение. Сфорду добивает крипами... Крипов добивает воидами. Крипами добивать у нас только Ти не умеет. Тоса их постоянно. Куда там? Идут гангать хвоста. Но у хвоста есть рейдж. Не забываем про это. Так, что такое бим? Полетел, усыпили. Саппорты Нави подходят. Бима нету. Вот, вот, вот рейдж. Вгрызается в акка. Хвост терпит. Поднимает его. Ну, наверное, ТХД выживет. Он слишком плотный. Хотя бежит в другую сторону. Выпивает фласку. Старается спастись. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Подвисла дота, как неудачно. Дикеем. Нет, Дикеем пупей просто накосила. Куроки убила. А хвост в итоге выжил, да? О, хитрец. Хвост в итоге выжил. Вот такой вот неудачный ганг от NoTiteHunter. Третий левел у Луны. Она прокачивает пассивочку. Хотя некоторые... Ой. Некоторые луны качают второй бим. Вот, например, где-то Na'Vi Луны играли. Я не помню. На третьей карте против 3D Max, что ли. Там Луни был прокачан второй бим, по-моему. На третьем левеле. Ну, все-таки многое зависит от того, какую линию ты стоишь. Поэтому тут у Луны тяжеловато. И, наверное, поэтому она прокачивает пассивку. Пятый левел ДД. Ну, Дэнди, как бы, ну, стоит побояться. У него, как бы, шестого нету. Но Баланар с ДД, там, если под Сайленсом, как-то, может, а у него Сайленс нету. Вот, только сейчас прокачал. То есть, как бы, ночью можно, можно от Баланара, там, под ДД огрести. Если быть на Коцином. Пулили крипов и фармят НТХ. А в это время хвост спокойненько добивает крипов на линии. Ну, вообще его, как бы, не обижают. Там, сейчас ведут на мидганг. А, опа, хороший китсоул рип. Томба поставили. Но все равно Баланар успел убить Дэнди. А, блин, я говорил. Я говорил. Это даже не ночью произошло. Вот так вот. Дэнди все равно умер. Ну, потому что пятый левел. Потому что пятый левел. Был бы шестой, отлетел бы подачу. Там под вышку надо было бы нырять. Наверное, удалось бы выжить. Вот у хвоста сейчас могут начаться проблемы. Конечно, Пупейс к уроке очень вовремя подошли в мид, для того, чтобы помочь тиммейту. Но Дэнди выжить не удалось. По идее, Сфор получил экспы с этого важного фрага. Наверное, тоже. Баланара. Опа, Вортекс пошел. Римнант. Подняли. Дикей поближе опустили. Сейчас еще откатится Римнант. А, и Сайланс очень вовремя скидал Баланар. Он все равно куроки сзает. Видите, как справляется парень? Ведь Рубик это... На мой взгляд, Рубик это самый сложный фулл-саппорт герой. Сложнее фулл-саппорт. И еще я... На ум только шейкер приходит, которым нам надо фиссуры раздавать очень четко. Потому что фиссуре можно как помешать, так и сильно облегчить себе жизнь. Адмирал Бульдог все ржено. Дэнди оставил Вортекс на потом. Поэтому Адмирал Бульдог, скорее всего, здесь не удастся выжить. Шокуэева нет. Он убегает, 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 убегает. Но Фанникову настиг. И в четвером Нави делают очередной фраг. Точнее пятый. Который падает к ним в копилку. Так, а что делать? Собрались вчетвером на топе Нави. Пропушить? Ну, пропушить будет тяжеловато. Наконец-таки ночь для С4. Это подспорье для хорошенького ганга, такого сочного. ПТ просто нету. Надо дофармить ПТ. Без ПТ гангать не так весело. Адмирал Бульдог снова подходит на топ. Что-нибудь подфармивался хвост? Нет. Дэнди, дэнди, дэнди. Нет, наверное, решили пропушить. У Рубика появится 6-й левел. Жить станет легче. Фанника 6-й левел уже есть. Более того, у него даже 7-й левел. Последний шок-вейв. Адмирал Бульдог получает реверс. Полярити, вортекс, куча других нюков и умирает. Просто от, не знаю, разрыва кабины невероятной мощности. Хостой, блин. Не самая крутая руна для Баланара хоста. Лучше бы была какая-нибудь ДДшка. Намного было бы приятнее. Идет Баланар ганга четверых. Я вот даже не знаю, каким словом это обозвать. Потому что это закончится явно плохо. Если Баланар побежит туда. Сейчас будет рваться. Ну, на фанника здесь байдет. Типа идиот такой. Фармит один, да? Без маны, без хп. А вот здесь привет, Баланар. Как дела? Вортекс сразу же. Все, там стяжка. Правда, Дарксир немножко помешала убить из вора. Но даже хаста не спасает. Вот такой вот интересный байд от Нави. Неплохой айс пас от Ака. Ну, по-моему, Нави собирается врываться дальше. Пупи поставил томбу и не боится подтанковать. Пытается закоцать Ака. Ну, ему бы немножечко отступить сейчас для того, чтобы подойти поближе к своим тиммейтам. У Дэнзи нету ни хп, ни мана. У фанника тоже. Поэтому, может быть, не следует здесь такую дерзость. Ой, Курокис воровал. Станы попал им. Стяжка. Вортекс. Ой, 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 ой. Какое трубо-шатание. Под Т2 у НТХ происходит. Вот Баланар подходит ночью сейчас. Ну, хоть кого-то ты должен убить Пупи. Смотрите, как царский Мансует уходит от Баланара. Здесь под елочками партийца. Воет сбивает ему телепорт. И... Ну, почти, почти. Фанник тоже вряд ли выживет. Даблфюд делается с форм. Ну, что тут сказать. Хоть так. Да. Хоть так. После тем временем где-то подфармил. Руна невидимости. Что-то у него неприлично мало золота. Хотя для сложной... Хотя... Хотя для сложной в самый раз. 2.700 ПТ, полный стик, стоут шилта. Плюс еще 600 золота на кармане. Вполне себе. Только что Луну-то будет собирать? По стандарту. Яша потом... Ну, как бы... Из этой сер-клетки можно сделать брейсер. Из брейсера можно сделать барабаны. Потом доделать Яшу. Врывается Фанник на автобусе. Ультует. Бэйн пытается как-то спасти. Пупе очень вовремя его разбудил. Чтобы Фанник мог дальше под этими зомбиками врываться и убивать. Еще Куроке подходит очень вовремя. Луна под Эглифсом. Блин, убивает Магнуса. Если дальше врываться, уже очень опасно. Но Эсфо сейчас делает свое грязное дело. Куроке уходит под вышкой. У него... Шторм. Шторм влетел. Шторм влетел. С инфестом влететь чуть подальше, чтобы спастись Куроке. Он откидывается Айспасом и выживает. Это уже... НТХ просто лезут. Они понимают, что им уже эту игру будет очень тяжело выиграть. Потому что... Сейчас глянем график. И мы увидим, что здесь 3000. Здесь 2000. Плюс инициатива в руках украинской команды. В виде вот этого гангующего Шторма. С Наэксом, который в него прячется. Потом АОЕ прокастом от Магнуса. И невероятно крутым дизейблом Рубиком, который играет очень качественно. Ну и Пупей, который ставит томбу в тимфайте. И там сразу же пропадает желание воевать под этой томбой. Чего с вами Брэйн Сапс воровал к уроке. Кто выиграл первую карту? Нави выиграли. Такие черточки есть, которые показывают, кто выигрывает первую карту. Тем временем... Игра затягивается до полвторого ночи. Это так, к слову говоря. Для записи. Для бортового журнала. Хвоста. Вряд ли его убьют. У него Рэйдж есть инфест, поэтому... Просто вот так вот на Воиде его в тупую убить, пусть даже ночью, наверное, невозможно. Вот если бы Сайланс сначала был бы, а потом Воид, потом подошел Адмирал Бульдокс, Оншелом, Стяжка, там все дела. Может быть бы и были бы шансы, а так не получится 100%. Пейс с ультой, с Томбой. Разменивают Нави Т1 на топе на Т1 на боте. В принципе, размин нормальный. Выигрывается немножко время. Правда... Ой-ой-ой, тут фортификейшн, глиф и Крокет скорее всего здесь убрет. Фанник врывается. Фанник, что это такое? Просто что это такое? Глеб, в чем дело? Других вопросов у меня не возникает. Здесь суперпровал. Никак это по-другому не значит. А Лода-то фармит, смотрите. Лода один из моих любимых фармил. Сейчас залетает Дензи на ЕГМа. Под Вортексом. Ой, слушайте, а он отпыл там много ХП. Усыпил себя. Сейчас надо разбудить как-нибудь его и убить, убить, убить. И все, убежали, убежали, убежали отсюда. Навин у Пупеи запанули. Айспазм. Эклипс есть у Лоды. Он... Нет, не дает он Эклипс со спором на хосте. Убить Пупея не так уж и сложно. А разворачивается ведь ноут от Хантер. Был-то совсем неприличный счет. Сейчас только 5 фрагов проигрывают. У Найкса армлета еще никакого нету. Но по нету, если посмотреть, то у Найкса на 1000 золота больше, чем у Лоды. Несколько телепортов. Фанник без ульты. Вот если бы у него была бы сейчас ульта, он мог бы очень вовремя здесь использовать. Сайленс неплохой. Это Сфора на Денте. На автобусе Фанника уносит ближе к Т2. Здесь подходит к уроке. Что-то своровал. Своровал он Шелл. Асфор подходит дальше. Убивает Магнус. Убивает Дарксира. Но тут пошла Томба. И под Томбой драться, понятное дело, как я и говорил, не хочется. Дэнди кастует Вортекс. Уворачивается от всех технюков, которые у него летят. Даблкил уже есть у Даниила. Пупей впитывает очень много демеджа. Куроки застанет хвост. В рейджи подходит. Убивает Асфора. Егм. Его зобик замедляет. Еще поднимает Куроки. Оверлоуд. Минус Бэйн. И тут так хвост с инфеста восстанавливает все хпшки. Минус 4. Вот нави 4 в 1 разменивается. И для хвоста это хорошенькая возможность подфармить. Да, готов армлет. На 14-й минуте. Учитывая то, что хвост стоял на хардлене. Да, учитывая то, что хвост стоял на хардлене. И к такой минуте у него ПТ полностью кормлет. Это говорит только о том. Да ладно, ребята. Вот на этом все говорит. 5364, 65, 66 и так далее. Золото у Найкса. Он был в самых просто худших условиях, наверное. Для фарма. И в итоге как бы топ-1. Потому что, ну, фанник фармил. Соло, да. То есть, Дэнди фармил соло. Потом стоял на сложный. Там могли отпуливать, могли убивать. Но ничего этого не произошло. И Нави как бы и просто вперед выходит. Да и к тому же еще и их хардкерри обладает самым, наверное, таким обширным запасом артефактов сейчас. Под армлетом у него 1700 золота. Это довольно много. Надо посмотреть, у кого есть мека. У Дарксира есть мека в НТХ. Магнус готов ультить. Но вот сейчас, кстати, всю эту ситуацию, наверное, видит. Нави подходит. Фанник сейчас разгоняется и ультит. Очень хорошо. Прямо под томбой. Вот это можно назвать ультимейтом. Дэнди врывается дальше. Аккер поджигает прямо под Айспасом. Но это вряд ли поможет как-то остаткам команды НТХ сделать хотя бы один фраг. Хотя Пуфея можно было бы забрать 106 хп. У него всего лишь осталось минус 5 делают Нави. Сдается мне еще один-два таких тимфайта. И команда Сфора просто напишет ГГВП и выйдет, как это было на прошлой карте. Давайте пройдемся по артефактам. Что есть у НТХ на данный момент. Мегку видели. Бэйн не очень сильно собран. Луна до подавна. По сравнению с Найксом у нее вообще ничего нет. Да хотя бы Брейсер Ворды. Баланар как бы, ну, заберет армлет, будет поплотнее. Посмотрим, во что это вылится. Лода с Эклипсом. Нет, Лода без Эклипса. Нави разворачиваются, ставят Томбу. Слишком далеко заходит НТХ, не попадает, по-моему, Фаник шоквейвом сейчас по лоде. И, ой, Адмирал Бульдог его отхилил. Вот это фатальная ошибка. Пупей получает ульт Бэйна. Но уж таким-то шоквейвом Фаник просто обязан попасть. И Дэнди просто через всю карту влетает на ульте. Под рейджем хвост убивает ДХД. Ну, Ихсфора, кстати, удастся ли убить или нет. Отцепляет Вортексом Дэнди. Поблощит, чуть-чуть поблощит, чуть-чуть поблощит. Шоквейв нет, выживает. Дерзкий Баланара выживает. Возможно, даже попытается как-то Пупе ему шлепнуть. Но не слишком плотный этот Андаинк. Он еще со стиками. Не, в него не ворвешься. Поэтому надо просто забрать вышечку Нави и ретироваться оттуда. Большой вопрос, как драться-то теперь, отдав такое преимущество сопернику. Сейчас даже скажу точно. 10 тысяч золота и 10 тысяч экспы. Ну, ведь вообще никакого АОЕ потенциала нет у НТХ. Ну, за исключением ТХД, которому надо еще и ультануть так, чтобы там вообще хоть чуть-чуть-то продамажило. Ну, и Эклипс Луны, который на первом левеле пока что находится. Второй Эклипс Луны получит очень скоро. Но все-таки Эклипс по сравнению с Реверсом Магнуса и Томбой и Штормом, который летает. У него уже полтора куска мана и Мистик Став, купленный Денди. Если на прошлой карте он первым артефактом себе после ПТ позволил сделать Хекс, но он хотя бы с Ультимейт Орбо начинал. А здесь Денди начинает с Мистик Става, то это говорит только о том, что Нави совсем в край оборзели. Начинает все-таки, по-моему... Не, ну если хватает денег на Мистик Став, то, конечно же, надо покупать Мистик Став. Все-таки он дорогой и потом в итоге окажется, что Хекс собрать будет легче. Опять, стратегия с Штормом и Наексом. Денди готов на исходной позиции, скажем. Если Блинк Дайгер, да, Блинк Дайгер у Магнуса уже готов. Таха понимает, что Девять эту вышку смерти подобна и банально отступает. А Испас воровал, ну, Курокин. Одиннадцатый левел у него. То есть, по сравнению с Баланаром, он всего лишь на два левела его опережает. Чего у нас еще есть на карте интересного? Можно убить Рошана, да? Эншентов нигде не на стакана. Все пусто, все чисто. Идут убивать Рошана. А вот как тут с ними драться? НТХ сейчас попытается в смоке что-то сделать. Но здесь, опять-таки, два момента. Успеет ли это раз, смогут ли вообще подраться, это два. Вроде как Дарксир со стенкой, да, на одиннадцатом левеле. Что, идут драться в смоке. Сейчас Баланар спалился, все это безобразие видит. Врывается прямо под Ультфаника. По-моему, Нави ждали этой атаки. Несколько айс-пассов. Один от Ака, другой от Рубика. Минус три, Бейна не выжит, минус четыре. И Баланар просто бегает, как ошпаренный от Куроки. Не может ничего сделать. Опять Дэни на всю ману прилетает за С4. Пытается как-то спасти своего нового тиммейта. Бузит армлетку. Пивает банку. Бежит за телепортом. Убивает зомбика. И куда же, куда же бежит С4. Но через блин Куроки его достает. Попадает в него айс-пассом. Подходит Фаник. Дает шок-вейв. Убивает еще один раз Найт Сталкера. Не сдаются НТХ. Продолжают терпеть это. Форменное безобразие. Которое с ними сотворили Нави сейчас. Нави потеряли всего. Ну вот, ондайник за динайл вышку. Ладно, давайте считать так. Что три вышки потеряли Нави. НТХ потеряли 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. 5 вышек. То есть возможность убить Рошину у Нави. Ну она вроде как есть. Но тем более с дизолем. У хвоста должны все-таки его заковырять. С дизолятором-то. Почему бы? Почему бы его и не убить? Ну и хвост. Приступает, так сказать, к действию. Пока линия на топе. Пока линия в миду отпушена. Вряд ли кто-то помешает. Да и тем более после такой смоук-атаки НТХ вряд ли вообще когда-либо в этой игре еще проникнут за желанием гангать Нави. Ну тут невозможно уже кого-то убить. Драки 5 на 5. Опять Инфест. Опять Шторм влетает через всю карту за Эсфорум. С Инфеста влезает хвост. И минус Баланару, которого, наверное, нет у Байбека. Да, Байбека нет у Баланара. Ему не хватает 600 золота практически. Ну 579, да? Только что-то я не догнал. Ну ладно. Бежит хвост фокусить вышечку. Бейнт с ультой может задизейблить. Если так сильно попасться. Аегис у хвоста ему, в принципе, бояться нечего. Наверное, старается пропушить немножко подальше. Кончается фортификейшн. На топе Лода фармит. Хочет дофармить себе БКБ никакую и не Яшу. Ну и пошли фокусить уже бараки. Усыпили Пупея. С пасом попали. Стенку надо поставить. У хвоста проблем. Ну хотя он как он сильно отгрызает здесь. О, ой-ой-ой-ой-ой. Там вообще такая чушь произошла. Хвост пытается вгрызаться дальше. Застанел очень хорошо. Посмотрите, четверых просто застанел. Но даже в этом идеальном замесе для НТХ они не смогли убить практически никого. Во вражеской команде, за исключением Магнуса, который ворвался и принял на себя весь основной удар. За 22-23 минуты Na'Vi справляются со своим очередным соперником. Всех троих они сегодня обыграли. Первыми были 3D, вторые были 3D Max и третьи были No Tide Hunter, которые вот только что проиграли вторую карту. И потихонечку ливают. Ну, Na'Vi радует своим обновленным составом. Блистательным обновленным составом. Не забываем то, что завтра нас ждут еще новости, да, насчет того, кто же тот третий человек, который покинет Na'Vi. И самое интересное, кто же все-таки его заменит, да, кого же организация приютит. Поскольку трансляция заканчивается довольно поздно, я обычно там после... ой-ой-ой. Иногда еще там папочки иногда могу поиграть, но сегодня уж слишком далеко мы зашли. Итак, у Na'Vi сейчас трон упадет. Ну да, да. Но уже поздно. Свор написал GG, поэтому здесь без вариантов. Еще кто-то уйдет? Да, у Na'Vi говорили то, что еще, возможно, кто-то их покинет. Давайте-ка я зайду на Join.Dota, посмотрю, буду ли я что-то завтра стримить. Возможно, кому-то будет интересно завтра подойти. Смотрю в расписание. Первое марта. На первое марта ничего, никаких игр не назначено. Старладер, интересно, закончился или нет? Если Старладер не закончился, то, наверное, завтра я его постараюсь постримить. Давно этот турнир не стримил. Но, честно говоря, желания большого нет. Потому что там... Ну, по определенным причинам. Ну и на этом, наверное, можно прощаться. До скорых встреч, ребята. Спасибо за ваше внимание. Всех благ. Любите Dota. Не забывайте, что завтра пятница, а я посмотрю в окно, у меня какой-то жуткий снегопад пошел. Наверное, если завтра стримов не буду, поеду на лыжах покатаюсь, если снега много выпадет. Отдыхайте. Осталось совсем чуть-чуть. До выходных. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok